Попытка армянских реваншистов необоснованно обвинить Азербайджан в канадском парламенте с треском провалилась. Армянская диаспора Канады инсценировала дебаты в парламенте страны в связи с ситуацией на Лачинской дороге. Вопреки ожиданиям армян, заседание прошло совсем не по их сценарию. Член Палаты общин парламента Канады от либеральной партии, секретарь министра иностранных дел страны Роберт Олифант в своем выступлении заявил, что Канада признает территориальную целостность Азербайджана. Мы хотим четко заявить, что Канада поддерживает все резолюции Совбеза ООН. Канада уважает территориальную целостность Азербайджана в пределах его внутригосударственных признанных границ и его суверенитет. Канада не признает другие образования в пределах этих границ, сказал он. В то же время он призвал учесть, что нынешняя ситуация – это часть многолетнего конфликта, и проблему надо рассматривать в контексте. Олифант также отметил необходимость разобраться в том, что происходит на Лачинской дороге. Прежде чем называть это гуманитарной катастрофой и блокадой. Армянские националисты попытались обвинить докладчика в непонимании ситуации. Однако им указали место. Представитель Канадского комитета Айдата Армянской революционной федерации Дашнакчучен Шаген Марукян перебил выступление Роберта Олифанта своим вопросом, был ли тот в Азербайджане на Лачинской дороге на прошлой неделе. Такое, неподобающее, ограничащее с откровенным хамством поведение, канадские парламентарии не потерпели. Член парламента Хэдди Фрай в жесткой форме призвала Марукяна уважать парламент и его регламент. Фрай напомнила Марукяну, что сначала нужно высказать желание на выступление в должном порядке. При этом у Марукяна не члена парламента, а слушателя такого права нет.